Друзья, всем привет! Я хочу поздравить вас с праздником Святой Пасхи. Христос воскрес! Несмотря на то, что сегодня нельзя работать, я случайным образом наткнулся на один комментарий в YouTube под роликом «Случайный парикмахер». Это комментарий Юлии Романовой. Я не смог пройти мимо этого комментария, потому что он на самом деле затрагивает одну, наверное, из важнейших составляющих вообще, в принципе, подхода, нашего ментального подхода к работе с клиентом. Прочитав весь диалог, который состоялся между Юлией Романовой, Светланой Ткач, Эльвирой Васильевой, Ольгой Москвиной, может быть, кто-то еще был в этом диалоге, сейчас просто передо мной картинка с четырьмя этими людьми, я не смог просто ответить в письменном виде, я захотел записать именно видеосообщение, заехал в Академию, и хочу вам ответить на то, что вы пишете. На самом деле это очень важно, в этом нужно разобраться, и это нужно понимать, потому что это основополагающая составляющая, которую многие просто-напросто не понимают. Юлия пишет. А вот правда, Юрий, вы бы выполнили такую стрижку с мытьем, разговором, обсуждением и подбреванием, мытьем и укладкой за 300 рублей. Я думаю, вы бы даже обсуждать ничего не стали за такую сумму. Я по порядку сейчас буду отвечать на все эти вопросы. На самом деле, многие, кто знакомы со мной лично, когда мы еще начинали только двигаться, я рассказывал эту историю уже много-много раз. Я работал в Воронеже на левом берегу и на правом берегу у Николая Ивановича Харьковского. В одном салоне стоимость стрижки составляла, не дадут мне соврать, те ребята, с кем мы работали. В частности, сейчас могу просто в пример привести Юрий Курбатов, на сегодняшний момент где-то работает в Донецкой, я так понимаю, области. Олег Овчинников, он работал как раз-таки, вот с Юрием я работал в салоне, он работал так же, как и я, и в дорогом и дешевом салоне. Олег работал только в дорогом салоне, поскольку он уже был мастер премиального уровня на тот момент. Ацеховский Владимир, кто-то, может быть, его знает по конкурсам, по членам жюри. Татьяна Князева, это те мастера, которые уже работали в основном составе Николая Ивановича Харьковского. И они не дадут соврать, что именно так и было. В одном из салонов, именно вот там, где работали премиальные мастера, стоимость стрижки составляла, если мне не ошибает память, 700 рублей. А в дешевом салоне стоимость стрижки составляла 150 рублей. И вот получилось так, что я в одном салоне работал три дня, это в дешевом салоне, и один день работал в дорогом салоне. Так вот, в дорогом салоне у меня, если был один клиент хотя бы в день, то я прям был счастливый и в то же время очень сильно напуганный. Потому что очень большая эмоциональная составляющая, когда ты обслуживаешь клиента задорого, не владея собственной техникой, не владея определенным уровнем обслуживания. В этом дорогом салоне я работал один день, и когда приходил ко мне один клиент, я дико боялся, потому что у меня не было опыта обслуживания клиентов такого уровня. В тот момент, когда в другом салоне, где я работал за 150 рублей три дня, у меня было очень большое количество клиентов, и можно было работать как угодно. Можно было прям вот действительно, ну так сказать, прям балду пинать и работать вот тяп-ляп. Естественно, работающие мастера там, никто не думает, что они работают там тяп-ляп. То есть они работают быстро, зарабатывают и, собственно, ждут следующего клиента. И, наверное, все и было бы так же со мной, если бы у меня не было второго примера, когда именно работаю в премиальном салоне. И когда я начал понимать, что там в эконом-классе что-то происходит не то, я начал понимать, что я не хочу быть там, я хочу быть здесь. Я понимаю, что здесь, обслужив одного клиента, я зарабатываю почти столько же, сколько обслужив там пять клиентов или шесть. Я понимаю, что это то место, где бы я хотел себя видеть. На тот момент спасибо Николаю Ивановичу Харьковскому, Царству Небесное. Ему не только в этом плане спасибо, ему вообще за многие вещи спасибо, которые он сделал для меня в жизни. Но этот момент, он, наверное, такой один из был решающих. Когда я подошел к руководителю салона в эконом-классе и сказал, а можно я буду, я куплю свои шампуни, потому что у нас мытье было отдельно, сушка отдельно, все было отдельно. Клиенты приходили с грязными головами, то есть они не хотели мыться, они говорили, я недавно мылся, три дня назад. Смешно, но это правда. И ни о каком качестве стрижки там вообще речи не могло быть. Я понимаю, что это утопия, которая не приведет никуда и с этим нужно что-то делать. Я подошел к ней и говорю, можно я куплю свои шампуни, я буду сушить, укладывать за свой счет. И клиент будет платить мне только за стрижку, но я буду делать сразу все в комплексе. Потому что я хочу учиться, я хочу развиваться, а то, что происходит сейчас, то есть, ну это не то. На что она мне сказала, конечно же, нет. Ну и я побежал к Николаю Ивановичу Харьковскому жаловаться и говорить, Николай Иванович, пожалуйста, поговорите с ней, я хочу вот так, потому что, ну, по-другому не будет роста. В общем, благодаря ему мне дали эту возможность, я прихожу такой, знаете, нос вот такой, с пакетами, у меня шампунь, у меня там лаки. Я принес все, поставил, никому нельзя, а мне можно. Конечно, такой молодой зазнайка, представляю я, что обо мне думали тогда. И с тех пор, то есть, я начал работать и бороться с клиентами, то есть, реально бороться, потому что половина клиентов, это то, что происходит сейчас со многими вами, со многими нашими ребятами, хэнкрафт-мастерами. Я начал бороться с нашими клиентами по вопросу, давайте помоем голову. Нет, я мыл недавно, день-два назад, а может быть и три. И я говорю, я начинаю сушить, ой, не надо меня укладывать, я вообще даже сушить меня не надо, я сейчас там в спортзал иду, я там в душ иду, я домой иду, я еще куда-то иду, но только не делайте ничего. Я постоянно объяснял, что вы не переживайте, это все входит в стоимость, вы заплатите 150 рублей, и на этом будет точка. Некоторые соглашались, некоторые говорят, да нет, не надо, это долго, уже время, вот уже полчаса, вот уже вот час-час. И, естественно, со всем этим комплексом, то есть я начал работать около часа, то есть я делал это все долго. Опять же, руководитель салона была крайне недовольна, потому что я работал не так, как все, то есть мне позволялось то, что не позволялось другим. И постепенно меня начали окружать клиенты, которые ценят конкретно то, что я делаю, которые понимают, что за такую сумму в другом месте им это не будут делать, им никто не будет мыть их, никто не будет сушить их, никто не будет достригать и персонализировать. То есть я тогда, в принципе, слова даже не знал такого персонализации, я просто дорабатывал. То есть доработку я делал. И у меня происходил такой процесс. Я три дня работал в этом дешевом салоне, один в дорогом, и в дорогом я учился. В дорогом я учился, я не сидел, я не ждал, когда мне кто-то придет. Я стоял максимально отдаленно от кресла работающего мастера и издалека наблюдал на то, как он моет голову, как он укрывает клиента, как он провожает клиента с мойки, как он общается с этим клиентом, как он стрижет, какой-то технологический процесс. Потому что, когда я возвращался в эконом-класс, я понимал, что я не могу толком завернуть полотенце, если ко мне пришла женщина. На тот момент я был мастером-универсалом. Я слишком много бальзама наносил, и у меня не просушивались волосы, потому что я бальзам до конца не смыл. Я бальзам ляпал на корне, вот так вот его, прям вот на голову. Я провожал клиента-мужчину с полотенцем на голове. Я филировал то, что не мог там соединить. То есть делал многие вещи, которые делают это сейчас многие мастера. Там не подбревал окантовочной линии. То есть, ну, в общем, работал так, как работают все в эконом-классе. Единственное, что у меня никогда не было машинки с насадкой. Я никогда не стриг машинки с насадкой, потому что у меня просто-напросто ее не было. Недавно мне там одна девушка написала о том, что кто-то сказал, что я работал машинкой-насадкой. Напишите мне, кто меня знает, когда я работал машинкой с насадкой. У меня с самого колледжа была одна машинка, которая постоянно закусывала, и у меня не было денег купить машинку с насадкой. Я стриг тремя ножницами. Одни из них были 6,5 дюймов, другие были 5 дюймов, и третьи были филировочные ножницы. Вот. Это все, что у меня было на тот момент из инструмента из режущего. И это единственное было отличие, то, что я стриг тушевкой даже в эконом-классе, потому что машинки у меня не было. В премиум-классе я учился, в эконом-классе я отрабатывал то, что видел там. За эти три дня я накапливал кучу-кучу вопросов, как делать это, как делать это, как делать это. Там я отрабатывал, находил ответы на них, на свои вопросы. Бежал опять туда, там опять учился, тут опять прибегал, бежал в учебный класс, разговаривал с преподавателями. И слава богу, что получилось так, что я работал у Харьковского Николая Ивановича, у человека, который учил половину России. И это была компетентная информация, и мой стаж и мой опыт пошел, скажем так, впрок. То есть я просто вот встал на какое-то правильное такое русло. И исходя из всей этой ситуации, когда я сам стриг по 150 рублей, я со 150 вырос до 300, я с 300 вырос до 500, с 500 до 700, с 700 до 1200, с 1200 до 2000, с 2 до 5. И кто-то сейчас говорит, что, да за что. И начинается вот это вот, ребят, когда-нибудь, я понимаю, что у нас куча хейтеров, куча там людей-завистников, там что, сколько, да ну нахер, да что, да он, да фу. Что угодно, ребята, вы можете писать. Когда-нибудь каждый из вас дойдет до того, что стоимость вашей стрижки, она будет расценена из-за затраты вашего времени. То есть на что-либо, на какое-то действие. То есть ваше время на сегодняшний момент условно столько стоит, и все, и точка. Никогда в жизни у меня не было бы клиентов за ту стоимость, которую я стригу на сегодняшний момент. И эти клиенты, они все, ну скажем, большая часть, потому что сейчас они приводят уже своих друзей, друзья друзей, и начинается вот это, да, новый нарост новых клиентов, новых знакомых. Совершенно нового уровня. Как, знаете, виток по спирали такой. Но большая часть из этих клиентов, это те клиенты, которые пришли ко мне, когда я приехал в Сочи, начал в Сочи работать по 300 рублей. У нас была тогда стрижка 300 рублей. Это большая часть тех, кто вырос со мной. То есть я рос как мастер, они росли как бизнесмены, они росли как личности, как чиновники. И таким образом мы просто-напросто все выросли. И это может быть у каждого. Но ключевое слово, которое позволит, скажем, работать задорого, это качество и профессионализм. То есть как ни крути, качество и профессионализм. Никогда в жизни вы этого профессионализма не добьетесь. Когда я читаю комментарии, мне грустно от некоторых комментариев, когда вы пишете там, да за 300 рублей никто ничего не будет делать, да за 150 рублей никто ничего не будет делать. Но поверьте, если вам дадут там 2000 рублей за стрижку, вы точно так же ничего не будете делать, потому что вы просто-напросто не можете. Вы не умеете. Вы никогда не пытались этого делать. Когда мне пишут ребята, что я профессионал, который работает и машинкой, и насадкой, и знает, что такое форма. Ну, ребят, давайте не будем обманывать сами себя. Вы можете стричь тушевкой, но из-за того, что вы больше времени тратите на стрижку машинкой с насадкой, вы теряете квалификацию, вы теряете компетенцию в работе инструментом ножницы. Это может быть сейчас много несогласных со мной. Это ваше личное дело. Но когда приходит клиент и говорит покороче, как правило, вы хватаетесь за машинку и начинаете стричь машинкой. Потом увидите какой-то нюанс. А может быть, вы даже его не увидите. То есть, в течение носки клиент это увидит. И только в сравнении и он, и вы поймете о том, что такое хорошо. Но не будем об этом, не будем уходить в дебри. Я хочу коснуться только вот этого вопроса стоимости. Подниму ли я свою попу за 300 рублей? И дальнейшие комментарии, которые описывались. Конечно же, на сегодняшний момент я бесплатно стригу только моделей. То есть, новые лица, модели, которые приходят ребята. Я выбираю и опять же, модели подтвердят, с которыми я общаюсь. Я пишу моделям, ребята, у вас есть какие-нибудь друзья, знакомые, там еще кто-то, у кого сложный рост волос, у кого там торчащие волосы, макушки, шишки, впадины, еще что-нибудь. То есть, мне нужны сложные головы, чтобы показывать, как с ними работать. Чтобы показывать компетенцию свою. То есть, мне не важно, когда приходит идеальная модель, там на ней что-то там подстричь, сделать и вот-вот под лицу, все к лицу. Мне нужно найти сложных ребят, чтобы показывать, как работать с этими сложными нюансами. Потому что я просто-напросто понимаю, что я делаю. Кто-то это воспримет как понты. Понторез, попонтовался, там еще что-то. Ради бога, ребят, без проблем. Я хочу сейчас зачитать несколько комментариев. И опять же, я их приложу. Вот пишет Светлана Ткач. Вот я считаю, что в больших городах возможно устроиться в крутой салон. А у нас в нашем городе столько парикмахерских. Все сидят, мало народу ходит. Особенно очень мало ходит, где ценник дороже. Абсолютно, да, согласен с этим. Но скажите мне, Светлана Сакач. Прошу прощения, Светлана Сакач. Светлана, скажите мне, у вас в городе есть богатые люди? Наверняка ответ да, есть. Какой бы маленький город ни был, но в каждом городе есть люди с хорошим достатком. И следующий вопрос. Эти люди есть у вас? И вы скажете, наверное, нет. Вот ключевое слово, то что у вас их нет. В городе они есть, а у вас их нет. И прийти к этому можно было бы, только давая определенное качество. Неважно, за 150, за 200, за 300 или еще что-то. Я сейчас в конце подведу итог один, он очень интересный для вас. Поэтому рекомендую видео досмотреть до конца. И будет очень интересный итог и, наверное, объяснение всем моим словам. Дальше Эльвира Васильева отвечает Светлане Сакач. Отмазка. Я сейчас работаю за 250 рублей. Есть возможность устроиться в более дорогой салон, но пока идеально не научусь, не пойду. И еще всем рассказываю, как друга в Крыму подстригли. Там для интереса отправила Карина картина один в один. Такая же жуткая окантовка, стоит 300 рэ, но еще за ухом оставили пучок штук 7 волос в 2 сантиметра. У меня ощущение, что на югах все так стригут, мол, приезжайте и так сойдет. Сколько бы ни стоило, есть возможность отрабатывать каждый день и улучшать свое качество и нарабатывать клиентуру. А там все само разрулится. И да, и нет. Однозначно согласен с тем, что учиться нужно каждый день и отрабатывать на этих клиентах. Не согласен лишь с одной фразой. Это то, что пока идеально не научусь, не пойду. Я на сегодняшний момент считаю, что совершенно не идеально я работаю. То есть, есть еще много чему учиться и предела совершенства нет. То есть, никогда не наступит тот момент, когда вы скажете, ну, когда я, по крайней мере, скажу себе, что я научился идеально работать. Если такое настанет, то все тупик. Из вас, если кто-то пишет там внизу сообщение, типа, а я уже офигенный мастер. И вот классно так, я там дальше сейчас прочитаю. Ну, извините, наверное, значит, все тупик, раз вы уже такой офигенный мастер. Ну, классно. Основная, скажем, суть перехода, когда вы должны переходить, да, в другой салон, это когда к вам невозможно уже записаться будет в эконом-классе. Когда я в эконом-классе начинаю к вам записываться за 2-3 дня, вот тогда уже будет челчок для чего-то. Если этого нет, то вы будете постоянно пытаться идеально учиться и никогда идеально так и не научитесь. Ольга Москвина отвечает Эльвире Васильевой. Вот и ответ. Пока не научусь. В экономах два варианта. Так, я сейчас раскрою сообщение. Вот. В экономах два варианта. Учатся, набивают руку, стремясь поднять качество и тетке, которым уже ничего не надо. Типа, и так сойдет. Ни те, ни другие не сделают такую работу чисто, так как первые не умеют, вторым это вообще не сдалось. У меня знакомая препод на парикмахерских курсах в свое время имела неосторожность к ней попасть учиться. Думаете, она выполнит такую стрижку? Не-а. Она этого не умеет. О чем сама и говорит. И мне в свое время твердило, после каждого клиента, ты че им каждый волосок выстригаешь за 200 рублей. Ты так вообще не заработаешь ничего. А ко мне через полгода почти все мужчины писались. Эх, жаль тут фото не выложить. Думаю, у Жданова случился бы инфаркт от стрижки мужского мастера из соседнего эконома. Такого он точно не видел. Наверное, я никогда такого не видел. Я в жизни очень мало, наверное, своей повидал. Мог бы сейчас сказать вам, мой WhatsApp есть везде, пришлите, удивлюсь. Но не буду этого делать, потому что это лишено всяческого смысла. Никогда не оценивай ничью работу. Ну, вы крутой считаете себя, ради бога считайте. Я вот не считаю себя крутым. Но вы, если пишете такое, значит, не знаю, зачем вообще, в принципе, тогда Ольга подписана на меня и зачем смотрите, если вы такой крутой мастер и все вы делаете классно. Опять же, не понимаю, если так все здорово у вас, почему вы не кладываете свои видео в YouTube и не показываете уровень работы, если вы так здорово стрижете, научите людей стричь нормально. То есть, на этом вот этот момент я закрою. В отношении того, что в экономе, типа, ключевое слово, пока не научусь, да, один человек, который не умеет, а второй, которому не надо. Да, второй вариант имеет место быть, это тетки, которые сидят и кому ничего не надо, это 100% так. Но насчет в экономе ничего не умеют, это, наверное, касаемо большего кластера, скажем, эконом-класса. Большинство ребят с курса Handcraft Master идет именно в эконом-класс и идет туда именно по моей рекомендации, потому что именно в эконом-классе будет большой трафик людей, которым отчасти, без разницы, что у них на голове. И наша задача, то есть, отработать и перевести в умение все знания, которые они получили в Академии. То есть, именно отработать на большом потоке, на большом трафике. Вы можете ввести сейчас в Инстаграме Handcraft Master и посмотреть работу ребят. Кто-то из ребят стрижет по 150 рублей. Допустим, Аня Киселева с Геленджика стрижет за 150 рублей в одном салоне и за 1000 в другом. Как ни парадоксально. Я могу с уверенностью сказать, что каждого мастера, именно каждого Handcraft Master, стрижка, которые уже отучились и стали Handcraft Master, стрижка стоит и 1000, и 1500. У некоторых и больше. Вопрос не в том, стоит ли реально их стрижка 1000 или 1500. Вопрос в том, кто им даст сейчас эти деньги. То есть, они должны показать и приучить клиента к определенному качеству. Приучить клиента к качеству мы можем только дав ему это качество. И, конечно же, в эконом-классе из 10 человек, которые приходят в день, пятеро будут довольны и пятеро будут недовольны. Потому что пять недовольных, им в принципе без разницы, что у них на голове. Они просто-напросто как-нибудь подстригить и покороче, побыстрее я побежал. И для них то, что он сидит в кресле час или полчаса, для него это прям дичайшее и он уже хочет быстрее смотаться оттуда. А кто-то даже с такой реакцией, он в течение месяца ходит и он понимает, что классно, стрижка легко укладывается, все хорошо, все здорово. И он говорит, я лучше часик посижу, но зато потом буду месяц ходить красивый и буду минимально париться с укладкой. И таким образом мы приучаем наших клиентов. И, наверное, это были бы просто пустые слова, если бы я не видел результат ребят. После курса Хэнкрат Мастер я постоянно их веду. Смотрю, у кого что, кто как развивается, у кого какая запись, кому желательно бы сменить салон красоты, потому что там нет потока, нет трафика. Кому нужно уже повышать стоимость и так далее. В общем, мы держим руку на пульсе. Так вот, наверное, мои слова были бы пустыми, если бы я не видел результата. Результатом я считаю это возврат клиента. На сегодняшний момент у Ани из 10 клиентов в день возврат клиентов около 5-6 человек. То есть это 50-60% возврата. У Карины точно так же. Можно перечислять сейчас примеры, но не будем увеличивать длину этого ролика. Таким образом, мы понимаем, что работая с душой, даже за 150 рублей, мы делаем две очень важные вещи. Первое. Мы отрабатываем и нарабатываем профессионализм. Это самое важное. Это то, что даст нам возможность в дальнейшем быть профессионалами и зарабатывать. Второе. Это мы окружаем себя людьми, которые ценят нас как профессионалов, которые любят себя в первую очередь, потому что им немаловажно то, какие они будут. Ведь в эконом-классе это же не значит эконом-класс типа отброса. В эконом-классе много обслуживаются людей самодостаточных. Просто они понимают, что нет смысла переплачивать, и они очень хорошо считают деньги. Я не буду далеко ходить, я возьму там своего брата в Москве. Он обслуживается в эконом-классе просто по одной простой причине. Он говорит, брат, я не вижу смысла. Он говорит, научи кого-нибудь в Москве. Он говорит, я не вижу смысла ходить в барбершоп и стричь за 2500, когда, говорит, меня за 2500 стригут точно так же, как и меня подстригли за 500 рублей или за 300 рублей. Одинаково. Говорит, зачем мне переплачивать? Говорит, какой смысл в этом? Если я буду знать, что меня подстригут за 2500, да хоть за 5, так как я хочу, так как ты, говорит, меня стрижешь. Я, говорит, буду ходить хоть за 5, хоть за 10. Но вопрос в том, где этот мастер? И вы сейчас в комментариях можете написать кучу. Да ко мне пусть подойдет, да ко мне пусть подойдет. Давайте устроим такой этот, напишите, к кому подъехать моему брату, чтобы он сделал четкую стрижку ему. Он подъедет, подстрижется. Если мне брат напишет, что ему не понравилось, пришлет фотки или там он прилетит сюда, я покажу, что сделали не так. То есть, ну, кто-то скажет, да все офигенно, да классно, мне там это понравилось. Но это такая борьба ни о чем. Знаете, я задумал один проект, который расставит все точки над И для большинства. Но это уже, опять же, не об этом. Вот, поэтому переплачивать никто не хочет. И в эконом-классе есть клиенты, которые готовы платить. Другой вопрос, что вы пишете все, не все, точнее большинство, вы пишете, что за 200 рублей никто не будет. В этом вся и есть проблема, в этом вся беда и в этом все. Вы не хотите за 200 рублей ничего делать, потому что и не умеете, и не хотите, и все и останется так, как оно и есть. Те, кто это понимает, они понимают. Те, кто не понимает, я даже сейчас, наверное, вдолбить это вам не смогу, даже если захочу и вы захотите. Потому что, ну, уже сформировалась определенный стереотип, все, точка. Ну и последний комментарий, который сейчас прочитаю. Светлана Сакач. Еще раз смотрю видео, смешно, юморные вы ребята. Да, конечно, чего-то как-то экономоплошал. Много недочетов у них было и в плане стрижки, и в плане общения с клиентом. Я, например, не так давно работаю, я начинающий мастер, и все-таки стараюсь пока как могу, но доводить до совершенства. Конечно, очень много у меня косяков, но это о грехе обучения. У нас нет такой крутой школы. Еще у меня вопрос, Юрий. Как вы считаете, начинающим мастеру куда податься лучше? В маленькую парикмахерскую на два кресла, в среднюю, где три-четыре кресла, в салон или же на дому искать модели подешевле, или арендовать кресла и искать модели подешевле и работать, работать, как папа Карло. Заранее спасибо за ответ. Светлана, мой ответ будет следующий. Я уже говорил об этом неоднократно. Каждого хендкрафт-мастера, который проходил обучение в академии, я направляю и рекомендую искать салон парикмахерскую эконом-класса. И на самом деле, не важно, два ли это кресла, три, четыре, десять, пятнадцать, стоимость рижки, сто пятьдесят рублей или две тысячи рублей. Абсолютно не важно, на самом деле, вот эти факторы. Есть один очень важный фактор, это трафик. То есть, нужно вставать в то место, где большая проходимость. Естественно, там, где большая проходимость и дорогая цена, вас никто не возьмет, потому что это сладкое прикормленное место, куда не проблема найти хорошего парикмахера. Поэтому вывод остается один. Нужно становиться в какую-то эконом-парикмахерскую, где большой трафик. Но, опять же, кому как повезет. Вот Карине, допустим, повезло. Именно Карина Вербецкая, это наш хендкрафт-мастер. Ей повезло, она устроилась в салон с хорошей проходимостью и работает за тысяча сто рублей, по-моему. Вот. Аня с Геленджика. Почему я сейчас говорю именно о Карине и Ане? Почему я сейчас не говорю там про Лейлу, про Сашу, про Арслана, про Рупият, про Женю, там, про кого-то еще? Просто, ну, эти две девчонки, Аня с Кариной, приезжали буквально на прошлой неделе сюда, в Академию. У нас была небольшая, была такая коллаборация взаимовыгодная. Вы, кстати, сможете наблюдать эту коллаборацию на следующей неделе. Или даже на этой неделе, по-моему, уже выпуск будет. Вот. Они приезжали, проводили небольшой мастер-класс, я смотрел на то, как они работают, проводил работу над ошибками, они показывали ребятам технологический процесс обслуживания с клиентом. Ну, естественно, помогали мне в практике, затем, чтобы не упустить какого-то из ребят, потому что ребята были все, ну, ребята прям нулевики у нас на этом потоке. Вот. И мы очень много нюансов увидели. И, естественно, девчонки тоже очень много нюансов увидели в работе, уже когда начали закапываться. Вот. Так вот, они абсолютно разные вроде бы по уровню, то есть, ну, я имею в виду по ценовой политике, да, Карина работает за 1100, Аня работает за 150. Но у них у обоих есть трафик и у обоих есть очень высокий рост. Вот. Этот рост, если они будут двигаться в том же направлении, он приведет к тому, что у них будет большое количество клиентов, платежеспособных клиентов, и они будут зарабатывать. И поэтому абсолютно неважно, куда вы будете устраиваться. Единственный момент. Не нужно организовывать своего кресла пока. То есть, просто не нужно. Организация своего кресла – это некие сложности, которые забьют вашу голову организационным моментом. Пока это не нужно. Просто нужно найти место, в котором вам будет комфортно работать. И работать, 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 работать. Опять же, можно говорить, работайте, работайте, мир, труд, маи, работа, труд и все, перетрут. Но нужно также понимать, что тренировка, отработка должна быть в правильном векторе. Почему случается так, что ребята, приезжающие к нам в академию со стажем, с большим, вот кто-то здесь пишет, да, там, я вот там, вот тут такой вот мужской мастер, вот сейчас бы показать, вот там он офигеет. Вы приезжайте, покажите, ну, пусть я офигею. Я вот конкретно вам, кстати, сейчас знаете, как сделаю, вот Ольга Москвина пишет, что я офигею. Давайте, Ольга, знаете, как поступим. Вы приезжайте к нам в академию на степ-1 и степ-2. И если вы сможете сделать все работы на том уровне, на которых делаю я, по всем техническим заданиям, которые мы делаем, вы пройдете обучение бесплатно. Ну, я прямо вот сейчас подписываюсь под своими словами. То есть вы приезжайте, и если вы сделаете работу точно так же, судями будут все ребята, которые будут на курсе. Вот, то вы пройдете бесплатно. Но если вы не сделаете, то вы заплатите за обучение вдвое дороже. То есть давайте сделаем так. Ну, такой конкурс. Давайте. И мы, более того, мы запишем это все на видео и покажем нашим ребятам на YouTube. То есть если вы являетесь классным мастером, техничным, профессиональным, вы еще и пропиаритесь, и люди еще захотят у вас учиться. Поэтому, Ольга, милости прошу. Мой WhatsApp в описании есть. Я могу сейчас его продиктовать. 8-918-204-95-44. Приезжайте на обучение, покажите, что вы умеете. И если вы сделаете все на высшем уровне, то, естественно, это я у вас буду учиться. И, естественно, вы пройдете обучение бесплатно. Но если вы будете не дотягивать и работу должным образом не сделать, то вы оплатите обучение вдвое дороже, чем оно и есть. Я прям жму руку договор. Жду от вас обратной связи. И, собственно, наверное, на этом стоит закончить. Светлана Сакач, я ответил на ваш вопрос. Ни в коем случае, я единственное, не помню, сейчас я добавил это, нет. Ни в коем случае не стоит открывать свой кабинет. Да, про это я говорил. Не стоит открывать свой кабинет, потому что это лишено всяческого смысла. Нужна вот эта каша, когда вы смотрите, как работают другие. Вы работаете, смотрят на вас, как вы работаете. То есть клиент записывается к одному, вы думаете, что бы вы сделали там. То есть вот эта аналитическая работа, она должна быть. Если ее нет, все. И да, когда к нам приезжают мастера с опытом, почему мы сталкиваемся с тем, что они чувствуют себя, как будто они первый день в профессии. Там, да, многие мастера, которые именно опытные приезжают. Потому что опыт, он ценен только если он был, скажем, сопряжен с технической базой. То есть вы опытом отрабатывали технику. Если вы в работе, в профессии находитесь 20 лет, но изначально вы, либо у вас слабая база, либо вы самоучка, либо там как-то еще. Скорее всего, бывают, конечно, самородки, но скорее всего, то есть вы в технической базе просажены. И следовательно, да, вы можете делать классные работы, да, вы можете делать интересные работы. Да, они, может быть, отличаться даже от других. Но кого я считаю профессионалом? Я считаю профессионалом того, кто конкретно понимает, что он делает, кто избегает максимально случайные результаты, кто конкретно говорит, сейчас я сделаю здесь вот так, и оно ляжет вот так. Сейчас я сюда оттяну, и оно ляжет туда. Здесь волос сюда растет, сейчас я сделаю вот так, и он будет вот так лежать. То есть, когда человек свои слова подкрепляет действиями, и ты видишь, что вот картинка, вот результат, это уже говорит о том, что человек является профессионалом. У нас же все думают немножечко по-другому. У нас смотрят картинку конечную, красивая картинка, о, профессионал. Но никто не думает, что может быть случайный результат, может быть просто человек вот так чувствует, а в другом варианте он не сможет подобрать. Но это уже десятый вопрос, об этом распинаться смысла нет. То есть, все те, кто приезжают на семинары, все те, кто конкретно, кто покупает какие-то видео уроки наши, смотрит видео уроки, они видят, что вот нюанс, вот нюанс, вот нюанс, с ними работать надо вот так, тык-тык-тык-тык. Где нюанс этот? Его не видно. Все, мы закрыли, скамуфлировали, сделали, что такое ощущение, что этого нюанса нет. Это, наверное, есть профессионализм. Профессионализм, те работы, которые я делаю, те слова, за которые я говорю, я за них отвечаю. И когда вы приезжаете ко мне на мастер-класс, если я тыкаю пальцем в какую-то особенность головы и говорю, смотрите, видите, какая особенность, как с ней работать, вот так. Делаю и получаю результат. Наверное, это уже о чем-то говорит, но опять же, это вы должны об этом говорить. Я о себе никогда кричать не буду. Все, ребята, надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Спасибо еще раз Юлии Романовой, спасибо Светлане Сакач, спасибо Эльвире Васильевой, спасибо Ольге Москвиной за вот этот вот диалог, за вот эту вот дискуссию. Вы уже, можно сказать, фанаты нашего дела. Вы болеете этим, вы дышите этим, это видно в вот этой пламенных речах. И спасибо вам, всем подписчики, ребята. Еще раз вас с праздником, с праздником Святой Пасхи, Христос воскрес.